всем привет продолжаем рассматривать точнее делать обзоры на языки программирования и сегодня у нас php либо php либо пых либо еще как-нибудь вот php это у нас изначально как бы назывался personal home page tools можно чего так personal home page tool вот инструменты для создания персональных веб-страниц то есть это скриптовый язык общего назначения интенсивно применяемый для разработки веб-приложений в настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг провайдеров и является одним из лидеров среди языков применяющихся для создания динамических веб-сайтов язык и его интерпретатор разрабатываются группой энтузиастов в рамках проекта с открытым кодом но проект распространяется под собственной лицензией которая несовместима с гну gpl кстати лицензиях я сделаю отдельное видео что такое лицензии и все такое вот ну порог вхождения про хождение достаточно низкий язык критикуется за узкую специализацию потому что он заточен только под веб вот сам по себе язык прост в изучении поэтому на рынке довольно таки много низкоквалифицированных программистов хотя есть и высококвалифицированные php программисты вот области применения как уже было сказано применяется в в программировании в частности серверы в серверной части вот популярность в области построения веб-сайтов определяется наличием большого набора встроенных средств для разработки в приложении одни из них это автоматическое извлечение пост и get параметров вот взаимодействие с большим количеством разных систем управления базами данных там mysql mysqlite sqlite postgreSQL и т.д. и т.п. список довольно таки большой дальше автоматизированная отправка http заголовков работа с http авторизации работа с куками и сессиями работа с локальными и удаленными файлами с сокетами обработка файлов загружаемых на сервер работа с x-forum вот ну например возьмем фейсбук и википедии вот то ну там много других сайтов но вот это одни из крупнейших можно сказать они используют печки тоже но ни один печки единый вот так же печки входит в вот такую штуку а м.п. это распространенный набор программного обеспечения для создания и хостинга веб-сайтов вот дальше создание гуи приложений то есть наших гуишек юаек и т.д. и т.п. вот то есть hp не особо распространен но его можно использовать для создания гуи гуевых приложений ну то есть это с графическим интерфейсом кнопочки там всякие вот для создания кроссплатформенных приложений слушаешь служат вот такие вот пакеты и очки джек т.к. джек т.к. и пить пить и вот так же так же так же ну как бы вот эти вот пакеты представляют собой обертки для популярных библиотек виджетов то есть пить и я думаю вы знаете уже что такое gtk если кто не знает то это у нас кроссплатформенная библиотека для тоже написание вот юаек вот раньше она использовалась в убун в убунте гномен когда-то давно то есть лугун точнее кубунта использовала пить и вот а гном то есть когда и окружение использовала пить и в качестве но библиотеки до для вот этих всех окошечек а гном использовал джек т.к. когда-то давно это было вот для создание графических приложений для windows существует свободный пакет и вин биндер вин биндер вот написано на си но это тоже своеобразная обертка над вин аппи но и кроме того есть еще там некоторые другие пакеты с помощью которых можно создавать графические приложения вот как бы печки имеет не очень хорошую репутацию но не из-за того что он такой а большинстве случаев из-за самих программистов которые на нем пишут так как порох хождения достаточно низкий соответственно любой школьник школа то там или просто кто-то может прочитать учебники и начинать писать некачественный коды и заливать и этот код тысячами тысячами и сотнями тысяч на всякие сервера вот ну и все такое вот ну давайте достоинства ну как говорят но как бы не как говорят а так она есть а php легок для изучения но говорят что его может изучить даже обезьяна вот также говорят что на php написан движок медиа вики то есть движок для абсолютного большинства вики энциклопедий основные функции встроены прямо в интерпретатор и не надо мучаться подключая какие-нибудь там модули вот в печки любой переменной можно в любое время присвоить значение любого типа то есть это то что я называюсь перебутся на ходу сейчас и строка потом целочисленное значение и потом все такое вот доставляет сравнение в печки давайте посмотрим на вот такой вот примерчик вот и выполняю вот у нас есть а б и c и смотрите если а равно б то есть и если б равно c то есть но если а равно c но ну вот вот так как бы разобраться в таком не всегда получится быстро то есть в этом случае а а равно c то есть не означает что это правда вот 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 ну это вот такое вот знакомства уже чуть-чуть с синтаксисом да вот далее что еще у нас из хорошего в php так давайте недостатки рассмотрим то есть из недостатков как раз являются вот эти вот перемены то есть переменные без жесткой типизации то есть это серьезные недостатки также недостатки это глобальные перед перемены безусловные переходы возможность создать несколько ссылок на одни и те же данные в любом месте скрипта вот страшнее этого трудно придумать вот отсутствует много по точность как таковых потоков в печке нет также есть большая проблема с реализацией utf 8 а вот это иногда лечится с применением сет локалев такой функции вот но не всегда то есть поддержка строк с многобайтовыми кодировками реализуется через отдельное расширение на уровне ядра поддержки это отсутствует вот однако там с версии php 420 есть возможность переопределять стандартные функции ну и все такое вот также из недостатков это отсутствие обратной совместимости между версиями языка то есть если у вас разные версии языка что-то у вас может не работать вот так же вот как бы из плюсов то что уже встроено очень много стандартных функций и не нужно подключать библиотеки но это одновременно является и минусом так как загаживается глобальное пространство имен кучей каких-то имен примеру вам нужно подобная функция с подобным именем но она есть стандартная и вы начинаете придумывать какие-то имена какие-то еще чего-нибудь в результате это код превращается в можно сказать в гавна код кроме всего прочего много вот этих вот стандартных функций которые встроены и синтаксис вот много чего не согласовано к примеру есть некоторые функции для работы с массивами стандартные и они начинаются вот с такого вот префикса а есть тоже стандартные функции по работе с массивами но они не начинаются с этого префикса соответственно получается каша здоровенная точно также есть стандартные функции по работе со строками с таким префиксом либо вот с таким что тоже может доставлять неудобства когда же вы хотите написать свои функции по работе со строками то приходится изощряться и что-нибудь еще дописывать чтобы было понятно что это именно ваша собственноручная там функция ну и как бы уже небольшой пример мы так рассмотрели но здесь можно еще порассматривать вот именно на этом сайте я как бы другие не видел но особо и не искал вот здесь можно еще какие-то примерчики там к примеру массивы вот создание массива давайте выполним кода и вот в php вот таким образом создается массив то есть оборачивается это все вот печки так и вот создали массив и и где-то вывели его на экран а вот вывели его на экран работа давайте вот криптография и хеширование 64 больше 64 дату вот давайте идем она это стандартная функция библиотечная там даже нечего смотреть ну сандбокс давайте здесь у нас просто пример создание массива и его вывода и как я понимаю массив этот состоит из разных типов данных вот потому что вот две целочисленных знать два числа численных значения это его до 3 целочисленных значения вот ну и все такое поэтому я думаю если вам интересно посмотреть на синтаксис но он немного доставляет вот то переходите вот сюда и изучать и поэтому по печки все особо здесь долго не о чем было разговаривать печки такой какой он есть и и с этим надо смириться вот ну хотя бы потому что этот язык пережил многих под многих подобных там конкурентов либо подобных языков он был разработан давно и до сих пор он жив и продолжает развиваться поэтому всем спасибо за внимание ставим лайки и комменты делимся ну и все такое всем пока